МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С таким же диагнозом, как у меня, детский церебральный паралич. Человек, который хочет разорвать вот этот замкнутый корунок, который хочет выйти на улицу, то есть жить полноценной жизнью, то есть любить, творить. Я мусорник. Вот, ну, слава богу, у меня есть товарищи, друзья, которые мне помогают добраться. Самая основная проблема в наше время – это отсутствие не доступной среды, а отсутствие понимания среди людей. Я пять к нему прокатилась. Пять? Да. Это много для тебя или можешь еще? Нет, еще много для тебя. Эти и другие люди будут героями наших программ. Они такие же, как мы. Просто у них сильная воля, особый стержень внутри и огромное желание жить. Жить, несмотря на то, что судьба ограничила их физические возможности. Невеста из Иваново. Это про Лену. История семьи Елены Александра Ильиных начиналась в разных городах. Тогда интернет еще был диковинкой, и люди больше читали газеты. Первое рабо-знакомство, первое письмо, это было в 99-м году. То есть моя мама на ту пору выписывала вроде бы совершенно не романтическое издание, вестник здорового образа жизни, который я, как любитель читать, читала. То есть мне попался в руки эта газета, где на переднем плане было стихотворение молодого человека, тоже с таким же диагнозом, как у меня, детский церебральный паралич. То есть стихотворение называлось «Шаг из круга». Такое довольно сильное стихотворение, которое показывало человека, во-первых, с твердой жизненной позиции, во-вторых, эта жизненная позиция у меня была очень близка. То есть человек, который хочет разорвать вот этот замкнутый корунг, который хочет выйти на улицу, то есть жить полноценной жизнью, то есть любить, творить, дружить с людьми, то есть жить, как живут все люди. И для этого вовсе не проблема его физическое состояние. Письмо в газету написала мама Александра, которая искала совета, как поправить здоровье своего сына. А получилось так, что вместо рецептов нашла ему спутницу жизни. Когда молодые люди начали переписываться, Саша учился в университете на физико-математическом факультете. Общественная жизнь била ключом. Он сочинял стихи, участвовал в творческих вечерах. Саша в Чебоксарах, Лена в Ивановской области. Дружба по переписке продолжалась несколько лет. Потом я его пригласила в гости. Он говорит, к сожалению, я приехать не смогу в силу тяжелого физического состояния. Если бы я мог сам, я бы с удовольствием приехал. Вот и моя мама, вряд ли, поедет так далеко. То есть в гости. То есть она не решится ехать саму так далеко, просто повидаться. Вот, ну а если ты поедешь, то мы все будем тебе очень рады. То есть вот я тогда уговорила свою маму, которая тоже очень не хотела куда-то ехать. Непонятно кому, непонятно зачем, за 39 земель. Вот, и тогда мы приехали, это было недолго, дня 4-5 мы здесь гостили. Вот, а потом я стала как-то проезжать одна. То есть это было для меня что-то сверхъестественное, потому что я росла такой домашней девочкой, меня никуда не отпускали учиться в университете. То есть я всегда ездила с мамой. То есть, ну это было, ну да, я училась в чем-то новом, по преодолению себя. Знакомство закончилось созданием семьи. А мои родители не просто не представляли, что я там создам свою семью, что я куда-то уеду от них. Моя мама до сих пор говорит, что я даже не представляла, что мы будем жить без себя. Просто не представляли, как мы два в таком состоянии будем жить одни. Саша и Лена давно перестали кому-то что-то доказывать. Для меня это единственная большая, очень большая трудность по жизни – это отношение людей, отношение общества, многих людей, которые воспринимают людей с инвалидностью, ну, как, сказать, ну, таких несчастных личностей, которые мучают. Слово, рождены для муж, рождены для страданий. И то есть когда ты идешь по улице, там, вылезаешь из машины, послушать вот это вот, да за что страховь наказывает, то есть это очень тяжело. И даже кажется, что государство, оно больше повернулось таблицом, чем общество. Ну, потому что государство все-таки создает такие законы, что обязывает… Клодные, рабочие места. Да, обваживаются рабочие места. Саша работает на дому, создает сайты для разных компаний, разрабатывает собственные программы, а еще продолжает писать стихи и рассказы. У него есть даже собственные сборники, которые издавались небольшими тиражами. А на то самое стихотворение, которое 20 лет назад связало супругов, местный композитор Антон Бельский сочинил музыку. Я стены раздвину руками, Пусть крикнут куда с костылями, Пусть скажут на улице в юга, А если мы любим друг друга… Лена отвечает за уют в доме. Все, как и должно быть в традиционной семье. Пять лет назад они подобрали на улице котенка, и в их квартире появился новый член семьи – Мюша, которую они даже в поездке берут вместе. Саша – спокойный, Лена – эмоциональная. Ее темперамент не позволяет сидеть на месте. Она занимается верховой ездой. Летом они гуляют с Сашей по городу на электрических колясках. Кстати, для колясок на первом этаже в подъезде оборудован специальный гараж, из которого Лена и Саша спокойно могут выехать сами. А Саша – он просто ас в этом вождении. То есть так выруливает в каждых маленьких уголках. Вот благодаря им мы ездим по городу. К сожалению, пробег маленький, потому что колясочки все-таки дешевые, выдаются. Ну и то уже хорошо. То есть по району, если вы можете, у нас очень хороший район, у нас много зеленых таких, как сказать, зон. Когда получается, семья отправляется путешествовать по городам России. Организовать поездки помогает Молодежный центр инвалидов «Доброта и мир». Саша и Лена были в Муроме, Ульяновске, Ешкарале. Мечтают вместе поехать на море. У этой семьи счастливая история. Это тот самый случай, когда двое решили, что могут изменить свою судьбу. И сделали это. Нынешняя зима метельная. Выпало много снега. Его чистят, но передвигаться по тротуарам трудно. Даже нам. Что говорить о тех, чей транспорт – коляска? Как вообще добираться до больницы, магазина и других социально важных объектов? Помочь нам согласился Паша Никитин, руководитель Чувашской региональной общественной организации «Свобода». Десять лет назад он получил травму, но не смирился с ограничением движения. Стал активно заниматься проблемами маломобильных людей. Выйти из квартиры, проехать на лифте, преодолеть еще один лестничный пролет, выйти на улицу – это что-то нереальное для маломобильного человека. И тут без помощи точно не обойтись. У нашего героя Павла Никитина есть друзья, которые всегда готовы ему помочь. А что делать с тем, у кого нет таких товарищей? Большинство домов Чувашии, да и в России, построены еще в советские времена и не приспособлены для передвижения людей на коляске. Да и лифты в них с узкими дверями. В этом подъезде установлен пандус, но проехать по нему на коляске опасно для жизни. Могут помочь такие приспособления, как ступенька-ход или электрический подъемник. Но в Чебоксарах их единицы. К сожалению, планировка домов старых не приспособлена для самостоятельного передвижения людей на коляске. И возле моего подъезда установлен пандус. Его установил Николай Федорович Угас, он специально для меня, за что ему отдельное спасибо. Благодаря ему, конечно, облегчает гораздо проще подняться. Но слава богу, у меня есть товарищи, друзья, которые мне помогают добраться. И с такими друзьями хоть на Еврес можно забраться. Двигаемся вместе с Пашей по зимним дорогам до остановки общественного транспорта. Дороги расчищены хорошо. По пути встречаются несколько магазинов. При входе в первый висит табличка, указывающая на кнопку вызова для маломобильных людей. Но ни пандуса, ни кнопки вызова мы там не обнаружили. Хотя очень старались. До кнопки вызова не добраться, в магазин просто не пройти. Все сделано так же, для вида. Даже кнопки нет здесь. У следующего магазина пандус есть, но кнопки вызова тоже не наблюдается. Опять препятствия на пути маломобильного населения. А здесь даже кнопки вызова нет. Самому до остановки доехать просто нереально. Вы вообще когда-нибудь ездили на общественном транспорте? На общественном транспорте ездил, да, но с помощью ребят. Только с ребятами? Да, конечно, мы троллим. А так до остановки добраться просто невозможно. Тут куча препятствий. Дорога очень скользкая. Наконец добрались до остановки. Повезло. Первый же остановившийся автобус паркуется все ближе и ближе к бордюру, чтобы было удобно заехать на коляске. Это радует, но не обходится без казуса. Транспорт новый с гневоподвеской. Но водитель не знает, как она выдвигается. Поэтому просто открывает дверь и ждет, пока коляска заедет в салон. Ну, как-то волнительно, даже и прикольно. Скажите, пожалуйста, а вот партнус он вообще должен подвигаться или как? Да, он должен подвигаться. А вот там индуктор должен подвигаться, как бы он чувствительный, или надо куда-то нажимать? Водитель должен его подвигаться? Ну, как-то, наверное, у водителя это все. Просто сейчас водитель, наверное, не слеггер был, да, справа? Да. А вообще вы выдвигали, у вас часто передвигаются? Мы сегодня на этом автобусе первый день поездали. Еще одна проверка. Болтелло прям еле удержался. Если бы Сергей, я бы там упал 10 раз. Ну, самостоятельно забраться невозможно было бы, конечно. Плохо, что не было ключа, не могли посмотреть, как партнус это работает. Нужно будет еще раз посмотреть, обязательно проходиться на автобусе. Чтобы другим людям было комфортно, чтобы они были уверены, что автобус опускали. И опять нам не повезло. У очередного автобуса средняя дверь не работала, и он проехал мимо. В следующем нам даже разрешили выдвинуть мимо подвеску своими силами. Но подъезжать поближе, чтобы колеса коляски переместились с бордюра сразу на пандус, водитель отказался. Поближе, подъедьте, пожалуйста. А как уехать теперь? Нам тоже ехать надо. Подъедьте поближе. Сюда подъедьте к остановке, пожалуйста. Ну вот и уехал. Вот оно отношение какое. Третье. Вообще, в принципе, конечно, он мог подъехать запросто. Опустить пандус, и мы бы спокойно подъехали. Но человеческий фактор сработал. Ему просто наплевать. Самая основная проблема в наше время – это отсутствие не доступной среды, а отсутствие понимания среди людей. Мы пропустили 6 или 7 автобусов, оборудованных всем необходимым для проезда в них маломобильных людей. Казалось бы, что мешает водителю достать ключ и открыть пандус? Или просто подъехать поближе к остановке, чтобы человеку было удобнее въехать в салон? Вопросы, на которые наше общество, похоже, еще долго будет искать ответы. Хотя, казалось бы, чего проще – просто помочь людям, что так часто делают в других странах и так редко у нас. Наш эксперимент с транспортом заинтересовал правоохранительные органы. Прокуратура Чувашии проведет проверку по данному факту. К сожалению, у нас не получилось в общественном транспорте. Есть все условия, рабочие пандусы есть, но нежелание водителя как-то бы содействовать при том, что можно же ехать на своей машине. На основании поручения прокурора республики будет организована неплановая проверка деятельности действительно перевозчиков, которые осуществляют перевозку пассажиров. С привлечением контролирующих органов, то есть их специалистов, непосредственно, то есть это как органы и ГИБДД, так и Минтранса, и иных представительных органов, с выходом на место действительно работники прокуратуры проверят те факты, которые вы изложили. Вопросы обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения являются приоритетной задачей органов прокуратуры республики. В 2018 году органам прокуратуры республики выявлено около 700 нарушений законодательства пенсионного, а также законодательства о защите прав инвалидов и престарелых, в целях устранения которых внесено свыше 470 актов прокурорского реагирования. Восстановлены реально права более 100 инвалидов. По месту жительства Павел относится к клинике «Северная». С пандусом у входа все нормально. Поликлиника обслуживает 67 тысяч человек. Сейчас там идет ремонт, но жителей продолжают обслуживать. После реконструкции здесь будет удобно всем пациентам, обещает главный врач БСМП Ильдар Абызов. В фойе уютно. Пол выложен из противоскользящего керамогранита. Проложена желтая дорожка для слабовидящих. Обустроена заниженная регистратура для маломобильных пациентов. Здесь очень удобно, потому что раньше было, вот я вот так вот заглядывал, было видно краешек в моих глаз, только сегодня неудобно было общаться. Сейчас очень здорово, очень удобно. Как бы в принципе простой элемент, но он обеспечивает социально-развитие. Это очень важно. Установят и систему электронного контроля очереди. Для тех, кто записался на прием к врачу по интернету, информат укажет, в каком кабинете ждет пациента доктор. Стена со световой индикацией подскажет путь. Не раз сталкивался, что не было как раз вот оператора этого лифта. Я поскольку сам обслуживаюсь в этой клинике, живу в соседнем доме. Вот и несколько раз мы на рентген спускались с ребятами сами. Неудобства для маломобильных людей, конечно, есть. Это признает и главный врач. Вход в кабинеты слишком узкий для коляски, крутые пороги, есть над чем работать. Очень выручает отдельный кабинет для приема маломобильных групп населения. Здесь специалисты сами спускаются к пациентам. Передвигаться по больнице придется только при необходимости рентгена или хирургических вмешательств. Глаз радуется, приятно видеть такие колоссальные изменения. Лифт изменился. Внутри очень приятно. Регистратура появилась теперь. Не нужно будет вытягиваться. Полный рост, так сказать. Когда теперь можно общаться комфортно с человеком. Общение с подобными людьми, как Павел, оно, в общем-то, меня учит гражданскому долгу. Тому, как быть неравнодушным. Поскольку видно в его глазах, что он не о себе, в общем-то, заботится. Не в себе у него корысть. Он думает о сообществе, о том, что обеспечить вот это вот социальное равенство. И он спикер этого сообщества. Он понимает возложенную на него ответственность. А это бремя быть ответственным. И он продвигает эту мысль, чтобы было лучше. Я вижу человека думающего. Человек, который может дать реальный совет. Без сомнения, пока ты не являешься представителем данного контингента, ты не можешь полностью понять, что нужно в мелочах. И, исходя из этого, конечно же, подобное общение очень важно. Важно для того, чтобы мы обеспечили все те требования, которые стоят. И не только просто по тому регламенту, который есть в документах, который прописан, но и так далее. Этого, на мой взгляд, мало. Все-таки надо, конечно же, в первую голову держаться нормативной базой. Но в том числе всегда можно сделать еще лучше. Была бы охота, заладится всякая работа, гласит народная мудрость. Это опять про обычных людей. Но не про тех, кто очень хочет работать, но не всегда имеет такую возможность. По закону, инвалидам положены квоты. Мы убедились в этом на практике, заглянув на одно из предприятий города. Я пришел на практику, посадили меня за машинку. Мне начало было тяжело. Но мне помогали. Я спрашивала, как это надо делать, так или так. Они мне показали, делай вот так, вот так, строчку прокладывай вот так. И все, мне понравилось. Вот так я потихонечку с ними и подружился. Иван Духопельников работает на предприятии по пошиву специальной обуви недавно. Пришел сразу после учебы и остался. За швейной машиной выполняет разные операции. Он сборщик верха обуви. Теперь уже сам может подсказать новичкам, как лучше прошивать детали. Ваня Духопельников, он уже сам начал показывать другим. У него способность, такие вот это сильные способности. Мы очень гордимся такими людьми, как он. Так что пусть приходит к нам. Будем обучать. Главное понять смысл, как все тут работает. Когда если все уже понимаешь, как тут работает, тогда тебе уже лег. Слове мне работа очень нравится здесь. Даже понравилось. И на практике даже условия были такие же. Мне так же понравилось. Мне вот посадили на машинку такую. Мне понравилась эта машинка. Я на таком машинке сижу. Очень. И машина мягко шьет, и автоматически все закрывает. Пока Иван набирается опыта. А в ближайшие годы собирается открыть свое дело. Ну, я вообще хочу здесь работать. Ну, еще хочу я дома сшить у себя. Я же как швейян. Вот. Хочу дома сшить. У меня дома есть швейная машинка. Вот сейчас хочу денежки немножко накопить. А верло купить, утюг купить, гладильную доску и потихонечку сшить одежду. На себя начало, для родственника. А потом уже, может, и для яхтинга буду шить что-то. Может, какие-то идеи добавлять. Трудится на предприятии более 300 человек. 12 из них с ограниченными возможностями здоровья. Здесь реализуется программа по сопровождению инвалидов молодого возраста. В ее рамках назначается наставник, который помогает молодым людям освоиться на рабочем месте. А работодателю возмещается часть зарплаты наставника. Вера Петровна на производстве и наставник, и мама, и друг. Которые вообще не слышат, не разговаривают. Мы с ними их учим по бумаге. Они читать умеют. Мы им записываем и объясняем, какие операции, как выполнять. Они хорошо понимают. И они сами даже отвечают на бумагах нам. А мы, когда, например, от них дома, или вызывать, или, например, что-то нам нужно от них, мы смс-ками по телефону. Они также отвечают нам по смс-ке. Там у нас никаких различий нет, что основные рабочие, вот инвалиды. Никаких различий нет. Представляете, как основные работники. Мне очень нравится с ними работать. У всех семьи, уже у большинства семей. Ну, все хотят зарабатывать и кредиты у всех. У нас относятся ко всем хорошо. Поэтому они это привыкают, это коллектив плевает очень быстро и легко, и свободно. У Тамары Ильиной сложности со слухом и речью. Но это совсем не мешает ей прекрасно справляться со швейными манипуляциями и принимать активное участие в жизни коллектива. Коллектив хороший, дружный. Мне очень нравится. 8 марта, например, в кофе посидим или в бассейне все вместе. Сидящая работа, теплое место. Да. И постоянный метод работы. С июля прошлого года увеличен размер квоты трудоустройства на предприятия людей с ограниченными возможностями. Сейчас в специальном банке вакансии Чувашии 400 свободных мест. Квота в организациях с численностью от 100 человек и выше составляет 3%. В городе Чебоксары проживает 7973 инвалиды трудоспособного возраста. Из них трудоустроены всего лишь 26,9%. То есть это говорит о том, что граждане, имеющие инвалидность, достаточно тяжело им трудоустроиться. Есть определенные проблемы, потому что не каждый работодатель способен создать условия труда, которые соответствуют ограниченным возможностям. Если инвалид третьей группы, то он может работать в нормальных условиях труда. Если инвалид первой и второй группы, то для него должна быть сокращенная рабочая неделя, оборудованное значенное рабочее место, если ему необходимо, это по индивидуальной программе реабилитации. Все учебные спублики более 80 тысяч инвалидов. Из них трудоспособного возраста на 1 января 2019 года 25 тысяч. Из них работает сейчас занятая трудовая деятельность более 7 тысяч инвалидов. Среди мер поддержки в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями – переобучение, повышение квалификации, предоставление субсидий на открытие собственного дела. В настоящее время решается вопрос об увеличении денежных средств, которые выделяются инвалидом на открытие собственного дела. Сейчас это будет в размере 124 тысяч рублей. Раньше было у нас это 58 тысяч рублей. Для консультации специалисты Центра занятости при необходимости могут выехать и на дом. Спорт открывает второе дыхание. Здоровый образ жизни, постоянные тренировки, а следом победы, медали и ощущения, что ты можешь многое. Мы познакомим вас с такими ребятами. Инна, Леша и Паша наматывают на велосипеде круг за кругом. В спортивном зале Центра развития маунтинбайка пять специально адаптированных велосипедов для людей с ограниченными возможностями, но с огромным желанием двигаться и побеждать прежде всего свои боли и страхи. Они занимаются три раза в неделю по два часа. В этот раз ребята катаются только втроем. Не все желающие смогли добраться до зала. Маломобильные люди не всегда могут выйти из дома без посторонней помощи. И Некрасильниковой 43 года. Ей повезло. Она самостоятельно может приехать в Центр развития маунтинбайка. Ты прокатилась? Нет. Пять кругов прокатилась. Пять? Да. Это много для тебя или можешь еще? Нет. Еще много даже. Не устала? Устала. Пять кругов не делала. Устала. Какой твой рекорд? Пятнадцать. О, пятнадцать. Это за час или за меньше? За час. Пятнадцать кругов за час? Ага. Ну все, желаем тебе удара. С отдыхом. С отдыхом? Ага. Тебе нравится заниматься на велосипеде? Да, очень, да, очень. Алексей и Кузьмина обычно на занятия провожают родители. Иногда молодой человек добирается на такси. И если стихопат, думаю, как доехать или иногда дома сижу. Зимой они не могут приходить все, потому что условия тяжелые из-за зимы. Потому что снег, некому помогать, нет машины. Вот. На всех не хватает рук и времени, труда. Хотелось бы, чтобы им помогали. Помимо того, что как и в личной жизни, так же и в спортивной. Мы лично с массажистом выезжаем на дом, помогаем по упражнениям. Элементарные упражнения, которые можно проводить на дому с гантелями, с гирями, с резинками, с пандерами. Вот. Помогаем именно по работе дома, в спортивной части. Вот. А также наши массажисты нам помогают, курируют, то есть проводят лечебную физкультуру. Адаптированный велосипед – отличный тренажер, который прорабатывает практически все группы мышц торса, рук и ног. Другой велосипед «Тандем» предназначен для двух человек. Занятие на велосипеде – не только физкультура и спорт для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Это и возможность выйти из дома, встретиться в кругу друзей. Многие мечтают полноценно заниматься на адаптивных велосипедах. Только в перечень средств реабилитации, выдаваемой государством, он, к сожалению, не входит. Да и в тренажерном зале Центра развития маунтинбайка адаптивного инвентаря не хватает. Делают по очереди, тратится очень много времени. И хотелось бы лучшего инвентаря для них, чтобы они могли спокойно заниматься, приходить. То есть не переживать то, что не будет инвентаря, и они придут, просто посмотрят и уйдут на других ребят, которые занимаются спортом. А по возможности мы все помогаем, показываем, находимся рядом. Пусть приходят, занимаются спортом, мы всегда поддерживаем. Люди общаются, помогают наоборот. Нет такого ограничения, то есть то, что приходят, мешают, нет. То есть наоборот общаются. То есть какие-то вопросы там нужные бывают, к ребятам подходят, помогут. Просто общение – это вообще классно. То есть не должно быть такого ограничения у ребят, у которых ограничены возможности, у которых нет ограничений. То есть надо помогать друг другу. Сложности в организации занятий для таких людей, безусловно, есть. Но адаптивный спорт, вопреки всему, набирает силы. Все популярнее в республике состязания по бочи, шашкам, дартсу, армспорту. На спартакиады и фестивали съезжаются взрослые и дети. Недавно спортивная школа «Спартак» собрала самых активных и энергичных спортсменов со всей Чувашии. Там прошел фестиваль по паралимпийским видам спорта. Мы мечтаем вывести наших спортсменов на международные соревнования. То есть благодаря тому, что мы ежегодно поддержим, мы вывозим на парафесты, на фестивали, на чемпионаты России. Ищем спонсоров, которые бы поддержали вы спортсмена. Конечно, есть еще другие виды спорта, которые абсолютно неизвестны жителям нашей республики. Инвалидным сообществом – это танцы на колясках. Тоже мне хотелось бы развить в будущем это направление. Потому что очень красивый вид спорта. Это такие же танцы, они завораживают. Ну то есть работы очень много, планы тоже большие. И мы с удовольствием выполняем свою работу. Чувашия нередко становится спортивной площадкой и для всероссийских паралимпийских соревнований по бадминтону, легкой атлетике, плаванию. Сильные духом, целеустремленные, умеющие преодолеть любые трудности, чтобы быть ближе к своей мечте. Берите пример с наших героев. Они не сидят на месте и не жалуются на обстоятельства. Они действуют. Что мешает вам? До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok